in my room это marketplace красивой мебели заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город а пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки при этом рада вас видеть проходите пожалуйста меня зовут мария я архитектор дизайнер сегодня я поделюсь с вами лайфхаками чтобы вы смогли самостоятельно организовать дома свое пространство не только функционально но и красиво квартира в которой мы находимся располагается в районе буден х в сталинском доме восьмиэтажном площадь квартиры 55 квадратных метров и она спланирована для молодой семьи которой недавно родился ребенок изначально в квартире было две изолированные комнаты и отдельная кухня в результате перепланировки нам удалось сделать интересное место для хранения о котором я расскажу позже также нам удалось расширить пространство с помощью приемов о которых я сегодня вам тоже расскажу ну что пойдемте смотреть квартира начинается с прихожей а прихожая конечно же начинается с двери и это пространство я всегда стараюсь делать светлым и открытым свету если позволяет планировка изначально прихожая была глухая и не было естественного освещения здесь была стена которую мы убрали и благодаря этому нам удалось объединить пространство прихожей и гостиной единственное что осталось из предыдущей планировки что нельзя было убрать это несущая железобетонная балка но и здесь заказчики проявили смекалку и решили установить спортный вентарь на полу в прихожей у нас лежит крупноформатный керамогранит его текстура сверху напоминает террация это сделано случайно мы специально в грязной зоне решили сделать поверхность на которой не будет сильно видна грязь потому что все-таки помещение грязное мы заходим в него с улицы и вот мой первый вам совет не делайте однотонное покрытие на полу в прихожей потому что на нем будет очень сильно видна грязь также в прихожей мы сделали теплый пол потому что никто не любит ходить по холодному функционально очень удобно сушить обувь так как у нас общее пространство гостиной и прихожей нам нужно было его функционально разделить и сделали мы это с помощью цвета на контрасте с холодной гостиной у нас получилось теплая обволакивающая пудрового оттенка прихожая в прихожей у нас с два сценария освещения это основной свет который дает общее световое пятно и дополнительный светильник который придает атмосферу атмосферу и цвета нами были выбраны не случайно заказчики ездили в марокко и просто влюбились в атмосферу этой страны основные оттенки которые мы использовали в интерьере это терракотовый с розовым оттенком который заказчица нежно называла помадка это песочный цвет это нежно-голубой с яркими желтыми акцентами из прихожей мы попадаем в кладовку гардеробную в которой у нас на заказ сделаны полочки здесь у нас хранение сезонной одежды коробок с обувью также у нас здесь хранится гладильная доска пылесос и дополнительные вещи для уборки ребята часто путешествуют и их очень много спортивного инвентаря который располагается как раз на верхних полках нашей гардеробной до перепланировки вход на кухню был через небольшой коридор так как мы перенесли этот вход через гостиную то у нас образовалась ниша в которой мы сделали бытовое хранение здесь у нас располагаются корзины для белья и небольшие полки с хранением и только у нас остался открытым к сожалению его нельзя было перенести в какое-то другое место он магистральный а за ним у нас проходит воздуховод который как раз помешал нам объединить ванную с туалетом как мы изначально планировали мы находимся в санузле площадью 1 3 метра квадратных на стенах у нас плитка такого же производителя что и на кухне просто в другом цвете а также покраска за туалетом у нас инженерный шкаф в котором спрятаны все коммуникации за унитазом у нас находится инсталляция скрытого монтажа от немецкого бренда tc заказчики ей очень довольны она очень удобно в эксплуатации а мне как дизайнеру очень нравится дизайн кнопки сантехнику этого бренда я часто использую своих проектах кстати если вы любитель принимать душ что у tc есть новые специальные дренажные системы очень рекомендую мы попадаем в ванную здесь у нас дверь скрытого монтажа дверь у нас покрашены краской разных цветов с каждой стороны в цвет помещения на стенах в ванной у нас два типа отделки это плитка в мокрой зоне и во всей остальной зоне у нас покраска хочу вам дать совет что в ванной не обязательно все выкладывать плиткой можно взять плитку подороже и выложить только мокрую зону которая соприкасается с водой а все остальное покрасить влагозащитной краской которая намного дешевле плитки а на полу в ванной у нас шестигранная плитка под которой располагается теплый пол экран самой ванны у нас в такой же плитке просто другого цвета заказчица очень любит принимать ванную поэтому в этом помещении мы сделали аж три сценария света это верхние технические которые используются утром например чтобы почистить зубы это дополнительная подсветка в зеркале холодного оттенка и теплая подсветка над самой ванной так как стиральная машина у нас располагается на кухне то нам удалось поставить довольно широкую и функциональную тумбу под рафином гостиная отделяется от прихожей не только цветом но и разными напольными покрытиями в гостиной у нас паркетная доска которая идет единым контуром в спальню до перепланировки здесь была изолированная комната а после перепланировки у нас получилось совмещенное пространство с прихожей выходом в кухню и выходом в спальню из несущих конструкции у нас осталась балка с которой которую нельзя было трогать поэтому мы решили выделить ее цветом и повесить дополнительный декор виде серф доски потому что ребята обожают серфить и предпочитает активный образ жизни в центре гостиной у нас находится зона отдыха ребята предпочитает инфо-детокс и вместо телевизора мы поставили огромный и киевский стеллаж билле с библиотекой которую ребята взяли с собой из старой квартиры хоть зона у нас получается и проходная но так как нет телевизора то это совершенно не мешает взять книжку пойти на диван и спокойно почитать заказчик человек творческий увлекающийся музыкой поэтому нам нужно было найти место чтобы расположить где-то диджейскую установку и мы решили это сделать около окна помимо диджейской установки есть еще место где висит гитара из гостиной мы попадаем на кухню изначально заказчики хотели их объединить в единое пространство но к сожалению из-за того что дом старый и здесь газовая плита это сделать законно невозможно но нам нужно было с этим что-то сделать поэтому мы решили расширить проем и сделать цветопрозрачные перегородки чтобы визуально пространство казалось больше и мой вам совет если у вас на кухне тоже стоит газовая плита то обязательно делайте перегородки чтобы у вас не было проблем с согласованием но вы можете сделать их прозрачными чтобы визуально не разделять пространство на полу у нас керамогранит под ним проведен теплый пол на стенах у нас фартук из плитки также стены выкрашены краской здесь располагается холодильник он отдельно стоящий это было сделано специально это было пожелание заказчиков так как отдельно стоящий холодильник обычно более вместительный чем встроенный кухня у нас получилось просторная и очень функциональная есть большое рабочее пространство под ним у нас располагается стиральная машина и посудомойка также вся рабочая поверхность под шкафами у нас подсвечивается также у нас накладная раковина с акцентным латунным смесителем вообще у нас на кухне много латунных акцентов которые есть в ручках цоколи и даже решетки естественной вентиляции над рабочей поверхностью у нас хранение а над мойкой у нас сушка и в углу мы решили сделать винницу так как ребята любят дегустировать вино идея была такова так как эта зона у нас просматривается из гостиные спальни мы хотели ее визуально разгрузить поэтому здесь нет закрытых шкафов а есть по центру вытяжка с газовой плитой и по бокам декоративные полочки для хранения здесь у нас располагаются обычные стандартные ящики глубиной 60 сантиметров очень классное функциональное хранение и сверху у нас ящик для столовых приборов напротив кухонного гарнитура и около окошка у нас располагается обеденная зона которая состоит из небольшого стола и двух стульев кстати такие стулья вы можете приобрести в маркетплейсе in my room а еще in my room это youtube канал там много классных интерьеров обязательно подпишитесь на кухне у нас два сценария освещения это технический свет который подсвечивает зону кухонного гарнитура а также у нас есть декоративная люстра в зоне обеденного стола еще на кухне большое окно с прекрасным видом и заказчики любят садиться на край кухни и любоваться им из гостиной мы попадаем в спальню этой комнате на этапе планирования мы уделяли больше всего места у нас было несколько планировочных решений где мы рассматривали разные сценарии жизни с ребенком изначально мы думали разделить это большое пространство на 2 света прозрачной перегородкой чтобы была отдельная спальня родителей и отдельная детская зона в итоге мы решили сделать пространство едином потому что для заказчиков на тот момент это было наилучшим вариантом но на будущее такой лайфхак если у вас есть большое пространство и вы планируете отделяться от своих детей то в потолке вы можете сделать закладные для будущих перегородок такие двери были сделаны не случайно мы хотели расширить пространство чтобы впустить больше света и сделать так чтобы мама находясь на кухне могла видеть своего ребенка когда он спит но так как в этом интерьере заказчики живут уже практически год со временем стало понятно что идея красивая но совсем функциональная потому что находиться полноценно в гостиной когда ребенок спит не комфортно и не очень удобно потому что нельзя включать свет если вам понравилось такое решение со света прозрачными дверями то мой вам совет делайте дополнительную глухую шторку пространство спальни вытянутое и довольно узкое так как у нас очень активный цвет на стенах нам нужно было сделать так чтобы этот цвет визуально не давил сверху поэтому мы решили сделать такой вариант и не докрасить стены до потолка оставив таким образом купол который визуально расширяет пространство от потолка белым цветом мы отступили около 35 сантиметров и это визуально дало нам сделать потолок выше если вы захотите такое решение сделать с обоями то мой вам совет на пересечении краски и обоев использовать молдинг в спальне у нас несколько сценариев освещения у нас есть зона которая подсвечивает шкаф чтобы было удобно там переодеваться отдельная зона для ребенка и также красивая люстра которая оцентрована по кровати и два симпатичных бра которые создают атмосферу уюта около окна у нас находится детская зона в которой находится пеленальный столик и кроватка в центре спальни у нас большая кровать метр восемьдесят с мягким изголовьем и подъемным механизмом подъемный механизм обеспечил нам дополнительное хранение мягкое изголовье придает тепла и уюту помещению напротив кровати у нас стоит яркий комод от икея на котором у нас есть декор который напоминает о атмосфере марокко кстати вот эту лампу ребята привезли оттуда и ночью эту лампу можно использовать как прекрасный ночник в торце спальни у нас располагается зона хранения который состоит из шкафов икея пакс которые заказчики привезли с собой старые квартиры к сожалению они не разрешили нам их открывать для съемки но могу сказать что внутри стандартное наполнение который состоит из рейлов и полочек а здесь у нас дверь скрытого монтажа и как вы думаете куда она ведет а ведет она в гардеробную которая у нас сквозная и выходит в прихожую спасибо инвариум что зашли в гости очень рада была вас видеть пока 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 Продолжение следует...